Батареи, скажем так, теплые, но не сказать, что горячие. Но судя по тому, какие нам приходят счета за отопление, думаю, должно быть очень жарко. Каждый новый счет оказывается сюрпризом, довольно неприятным. Последние несколько месяцев число в графе отопления растет из раза в раз. Начиная, по словам Волокжанки, с перерасчета осенью. Тогда плюсом добавились почти 4000 рублей. Но это дело уже почти привычное. А вот почему дальше суммы продолжили расти, большой вопрос, говорит Алена. В ноябре отопление 1833, в декабре 2728 и в январе отопление 2980. Тариф неизменный, увеличено только количество гигакалорий. При телефонном обращении в нашу управляющую компанию нам пояснили, что количество увеличилось в связи с тем, что на улице похолодало. Притом, замечает Волокжанка, зима в этом году выдалась теплая. Впрочем, погода – это, как выяснилось, вторая причина новых сумм в квитанциях. Первая кроется в системе расчета. Нам так пояснили в управляющей компании. Здесь кардинальные перемены. И касаются они не только отдельно взятой организации. Эту информацию подтвердили и в жилинспекции. В декабре в области начали действовать новые правила начисления платы за тепловую энергию. Если мы раньше в отношении отопления руководствовались правилами, утвержденные постановлением правительства номер 307, которые предполагали в случае установки прибора учета, начисления производились по среднемесячным показаниям предыдущего года. Некие усредненные показания, которые на протяжении всего отопительного периода были одинаковые. И затем раз в год, чтобы компенсировать погрешности, производился тот самый перерасчет. У кого-то в меньшую сторону, у кого-то в квитанциях появлялись действительно шокирующие цифры. По новым же правилам, 354-му постановлению, счета выставляются каждый месяц по факту, согласно показаниям общедомового счетчика. Потребленные гигакалории раскидываются на всех жильцов пропорционально площади, находящейся в их собственности. Вступили новые нормы в силу зимой, поэтому и почувствовали в Алакжане такое увеличение счетов. В более теплые месяцы, когда подача носителя ниже, уменьшатся и числа в квитанциях, говорят специалисты. И главное, перерасчетов больше не будет. Другое дело, как проследить, что показания с общедомового счетчика были сняты верно. Советы домов и председатели советов домов могут обратиться в управляющую компанию. И в согласованное время наш инженер КПА проведет их к месту установки общедомового прибора учета. У нас передача показаний общедомового прибора учета автоматически передается в МОП Вологды Горкеплосеть. И мы можем показать, как это происходит. В жилинспекции советуют первые месяцы жителям домов регулярно сверять показания приборов учета с числом в квитанции. К слову, в счетах должны быть указаны начальные и конечные показания общедомового счетчика, а также общая площадь помещений в доме. Дарья Анфиногенова, Дмитрий Парфенов, Новости Вологды.